Обязательство перед куплением билеты. Да, зрители, понимаешь? То есть мы объясняли, это было сложно. Ну, как-то сказать, это было сложно, потому что мы приезжали в города, и я выходил на сцену с каменным сердцем. Ну, не с каменным даже, я не знаю, с каким-то... С таким тяжелым, я не понимал, кто в зале. То есть это была метаморфоза. Все должны были через это внутренне пройти, понимаешь? Я только на четвертый день, когда увидел вообще, что происходит там, вот уже когда появились эти видео все, во-первых, я понял, что, конечно, Путин никогда не выиграет эту войну. То есть он уже проиграл с самого начала, как только начал. Пойми еще такая вещь. Мы же все еще находились, как тебе сказать, в таком, что типа... Да нет, ну сейчас люди выйдут, ну, понимаешь? Да, было такое ощущение. То есть там, ну, будет сейчас там, ну, как, нормальные люди скажут, Да ты что, с ума сошел, что ли, Путин, понимаешь? Что нас остановило в концертах? Да, нет, я просто хотел бы, чтобы ты сказал несколько слов про этот концерт в Омске. Мы еще видели, понимаешь, до этого Омска, мы еще видели какую-то миссию определенную. Понимаешь, мы подумали еще, что мы можем этой миссии, потому что мы из нашей обычной программы мы убрали все веселые песни, ну, то есть такие, как бы, насколько они у нас есть веселые, да. Да. Вот, и составили концепцию программы так, что она вся заявляла о том, что сейчас происходит этот важный переломный какой-то момент. Ну, единственное, что огромная была, конечно, тяжесть, то, что я не понимал, перед кем я играю уже, все. То есть стал делиться мир. И мы еще думали, что по инерции мы можем нашей миссии что-то дать. То есть миссия заключалась в том, что вот люди, которые приходят на эти два часа послушать музыку, им становится легче. Легче и просто, чтобы они почувствовали, что есть какое-то вот, ну, мнение, понимаешь. Мы не... Я хотя несколько раз говорил со сцены там «Нет войне». Путь проклят и все, кто начал эту войну, и все, кто ее поддерживает. Ну, ты знаешь, я не люблю на сцене вообще там вести какие-то длинные разговоры. Для нас шоу – это уже представление. Вот. Пока мы не уперлись в этот Омск. А что там случилось? Мы приехали в Омск. Весь Омск заклеен просто, ну, все. То есть даже люди ходят, понимаешь, все заклеены этими зетами. То есть это там первый признак, что губернатор полностью проворовался, понимаешь. Поэтому, естественно, эти зеты были везде. Мы заходим в зал, который мы арендовали, в который мы можем делать все, что хотим. Ну, ты знаешь, что такое, если ты снимаешь зал, если там висит какой-то портрет, там, я не знаю, что-то еще, там, не знаю, трудовые резервы или там какой-то лозунг. Мы имеем право это все снять, ну, для того, чтобы провести наше шоу. Повесить назад потом, понимаешь. У нас в самом месте ключевом, где должно происходить наше выступление, сцена, большими буквами на белой стене висит такая через Z за президента. Ну, мы просто, как те, наши технические персоналы ставят сцену. Кабинет черный должен быть. Черным кабинетом закрывается эта надпись, понимаешь. Нам надо сделать картинку, чтобы люди пришли в сраный этот вот баскетбольный зал, понимаешь, чтобы свет выключился, и они оказались в корнеге-холе, понимаешь. То есть у нас есть для этого своя какая-то определенная. И вот мы первый раз тогда столкнулись идиотизмом с этим тупым, понимаешь. То есть, ну, нам даже в принципе, вот когда все это случилось, там, это же был скандал, мы отменили концерт. Организаторы полностью не пошли навстречу. Они отказались снимать черную травмную ткань с флага Российской Федерации с надписью «За президента». Нам пришлось это сделать самостоятельно. У нас есть наша площадка, мы можем с ней делать все, что угодно. Если нам это делать мешают, значит, срывает наш концерт. Все, ну... Да, мы же арендуем. Мы имеем право делать площадки с самого шоу. Нам будут начинать диктовать какие-то условия. Мы сказали, что идите, ну, все не будет по-вашему, потому что губернатор поставил условию оставить эту надпись над сценой. Это вам сказали, что это распоряжение губернатора? Да, он, по-моему, сам это говорил. Так. Мы говорим, с какого... Ну, то есть, сначала это был логический разговор, а потом это перешло все уже на уровень просто типа, или так, или не так. А кто вел этот разговор с вашей стороны? Это организатор какой-то? Организатор, да. Обычным языком. И вы в конечном счете за несколько часов или сколько, за час до начала концов? За час, да. Пообщаю вам о том, что администрация площадки не дала нам возможности провести сегодняшний концерт. Это просто, знаешь, выслужится в очередной раз. Ну, мы сказали, ну, тогда и до свидания, понимаешь? Все, ладно, уже. У нас же Маша Захарова, после того, как нас в Омске запретили, ну, там, отменили, ну, мы отменили концерт, она же даже нам позвонила, говорит, помочь вам чем-то или нет, понимаешь? Да ты что? Я об этом не знал. Сама позвонила? Да. И она даже там что-то сказала, что, типа, что это такое недоразумение, которое, значит, нельзя к нему относиться, ну, так вот серьезно. То есть мы стали после этого терять деньги. За отмененные концерты вы должны были заплатить? Ну, слушай, каждый концерт рекламы, это, понимаешь, это в районе 50-100 тысяч, скажем так. И все эти отмененные концерты, эти наши лужники, которые там висят до сих пор, понимаешь? То есть сколько было вложено, то есть там было три отмены, понимаешь? Добрый день, друзья. Недобрый день во мне, другие. Итак, Маша Захарова, я цитирую Леву Бедва, иностранного агента, звонила, предлагала помощь группе. Масса каких-то комментариев, разгневанных по этому поводу. Типа, как же так спикер российского МИДа предлагает помощь иностранным агентам? Это вот, ну, как всегда, каша полная в голове у комментаторов. Во-первых, на том этапе Егор не был признан иностранным агентом. Во-вторых, Мария Владимировна Захарова, это не солдат информационной войны. Она не пропагандист, как многие ее воспринимают. Она прежде всего дипломат, и дипломат хороший. Я не видел никаких, ну, во-вторых, значимых косяков в ее работе. Она замечательно справляется на своем участке. И она, как дипломат, пыталась уладить этот конфликт. Я против вот этой установки, что всех, кто сомневается даже, не то, что там не согласен с внешней и внутренней политикой страны, а просто там не определился их гнать, объявлять иностранными агентами, национал-предателями, бла-бла-бла. Напротив, я считаю, что как можно больше людей должны здесь остаться, с ними надо работать, объяснять им и показывать, что происходит на самом деле. Там дальше в этом интервью Лёва Би-2, иностранный агент, иностранному агенту Михаилу Козыреву рассказывает о походе своего соратника, товарища, музыканта в администрацию президента. В походе в администрацию президента. И там вот им объясняли, что надо делать, и это выглядит в трактовке Лёвы, Би-2, иностранного агента. Как вот, что надо было такую галочку поставить. На самом деле нет. Я считаю, что когда людей туда отправляют, им дают возможность увидеть собственными глазами. Мне приходилось в рамках проекта «Мой район» на канале «Доверие» несколько раз беседовать с музыкантами Москонцерта, которые ездили туда, в зону СФО. Ни один из них, ни один из них, не сомневается в том, что мы делаем правое дело, потому что они видели собственными глазами, что там происходит, они беседовали с людьми, которые там живут. Поэтому, я думаю, изначально установка у идеологов в АП, в администрации президента, была направлена именно на это, на то, чтобы люди смогли увидеть всё своими глазами. Немножечко всё было переверно, как всегда. Возвращаясь к Марии Захаровой, она замечательный совершенно дипломат, правильно всё делает. А тем, кто огульно её охаивает, не вникнув в суть вопроса, ну, харам. Пресс-секретарь МИДА Мария Захарова Я считаю, что просто ничего нет сексуально. Выдаст свою неофициальную позицию. Ваш непосредственный начальник, министр, отключает эти данные. И расскажет, как дипломатично реагировать на антироссийскую пропаганду. Здесь было не столько политики, сколько откровенной человеческой глупости. Суббота в 18.10 на телеканале Москва-24.